собственно мое глобальное решение четырех проблем зайду сравнение приходя например в автошколу обучаться нам как юным водителям необходим исправный автомобиль для того чтобы сразу понимать правильно что-то делаю не то есть нужна мгновенная однозначная реакция и с точки зрения именно вот этой сферы обучения вождения автомобиля выглядело бы очень глупо и бредово если бы например пять дней в неделю у меня были бы хреновые автомобили без колес без двигателей и один раз в неделю мне бы давали нормальный автомобиль если провести параллель до со школами танцев то есть мужики с нуля они практически не учатся с технической точки зрения на нулевых девочках вот и это объясняет некую причину почему за долгое время до первого индива с преподом до мужик не водит и здесь же я дальше логически рассуждаю мужчина приходит в группу допустим обучается 2-3 месяца девочка естественно за него учат тоже все связки а девочки у нас перфекционистки они очень ответственны и им стремно когда их пара отстает от всех остальных я начинает подыгрывать а мужикам нужно разобраться они очень долго тупят и надо и выучить и провести они тупят а девочкам стремно что их пара худшие они ведут за них за них за мужиков ну такое на мастер-классах всегда происходит школах это тоже неизлечимо очень частая проблема и что получается мужик уверены в себе думать что он водит приходит на танцпол и у него с другими нихрена не получается и вот мы получаем у него вырабатывается комплексы страх приглашать незнакомых с которыми ничего нихрена не получать не логика такая что для него табу приглашать незнакомых потому что мужики у нас по природе эгоисты и они в нашем менталитете капец как не хотят и не любят быть не ученых в чем-то да если он лох в чем-то в присутствии кого-то то это все смерть то есть он должен и мамонта и на охоту и машину разобрать собрать по деталькам да а тут получается на танцполе он приглашает незнакомую даму то что мы все были новичками нам было любопытно себя помню мне было любопытно с новыми танцевать да и я боялся но мне была охота не было любопытно то есть я бегал за всеми потом когда понимал что у меня ничего не получается я как огня боюсь вот этого состояния что у меня ничего не получится я в глазах допустим красивой эффектной дамы на которые там глаз положил на танцевать чтобы потанцевать до выпендриться буду лохом моя гипотеза такова что мужиков это копится 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 и у них сейчас вот поголовно не я только вас со своими вот такая цепочка рассуждений про мужиков и отсюда я делаю вот что было бы классно мужиков какое-то время месяца два-три обучать только на опытных как в автошколе мы берем опытных девочек которые могут дать обратную связь с технической точки зрения не словами тело что он делает что-то правильно неправильно вот он очень быстро учится водить выходит на танцпол у него со всеми все получать что касается девочек также первое время я бы их обучал отдельно и по своему опыту сейчас я пришел к такому выводу что взаимодействие с технической точки зрения это очень простая вещь так как сгибать разгибать руку если ты мне разрешишь что делать а моя задача знать как отсуток работает вот и как с машиной знай где кнопки и все получится тот кто ведется просто должен разрешить это делать когда дать тело в аренду и получается так что чтобы вырастить крутую партнершу ее взаимодействие надо обучать только интуитивно и ее из среды где учат связки надо вытащить раз и навсегда очень много примеров было в моей жизни когда сталкивался когда девчонка танцующая и умеющая доверять в других направлениях приходит на ки зомбутанцпол не октябрь все получается ей не нужны никакие татья саиды и в конечном итоге сыр нож девочки приходят тому что они просто на ощущениях двигаются и вот этот багаж им просто не нужен связок там фигур и так далее вот просто нужно готовое тело и разрешение себя водить вот и соответственно для дам я предлагаю вот тоже обучение отдельно по аналогии например что красивую машину ferrari мы строим на заводе и прокачиваем в тюнинг-центре они в автошколе отдельно мы ее формируем процентов 70 времени обучения тратим только на это ну и 30 на именно на интуитивной практике с хорошими водилами с теми же преподавателями либо с опытными мужичинами либо только практики и вечеринки собственно это моя гипотеза есть еще куча всяких подтверждений и примеров которыми я могу еще ответить добавить дополнить но сейчас хочу услышать важно сразу вопрос да гипотеза офигенно крутая расскажи про реализацию в идеале нам нужны опытные девчонки скажем так опытных партнеров ну не обязательно привлекать сюда нам нужны опытные девчонки которые могут с технической точки зрения адекватно дать обратную связь именно на ощущениях то есть с ними проводится некий брифинг их интерес дальше сразу первый вопрос а зачем идти на этот эксперимент их интерес например бесплатная практика во вторых эти партнеры которые на них будут учиться то есть мы им осознанно сознательно говорим вы тренажеры вот эти партнеры потом вас будет везде всегда приглашать вот то есть они себе армию ребят который всегда только будут приходить выращивать вот ну и плюс создаем им полезности нужность на важность до их и удовлетворяем девчонок вот берем армию этих амазона как евгений мой коллега называет внедряем в группу с нуля вот где приходят мужчин мужчинам объясняю вот смотрите вот девочки они хорошо танцуют вот принципы вот фигуры да то есть программа практически не меняется для мужчин то есть этому можно ничего не трансформировать особо вот и первые там два-три месяца на этих девчонок они учатся принципам взаимодействия но и соответственно какие-то фигуры тоже пробуют и после того после вот этого цикла обучения но они тестируются мы понимаем что ребята вводят хотя бы как-то мы можем их соединить с девчонками которые учатся параллельно вот как они учатся но я уже объяснил в основном это сольная проработка тела вот и какая-то часть занятия там процентов 20-30 взаимодействие с преподавателем вот пока допустим одни девчонки что-то отрабатывают в зеркало глядя в зеркало они смогут себя формировать глядя на образец на себя на образец на себя что-то у них будет меняться вот и параллельно их преподаватель немножечко водит либо например взаимодействие практиковать на каких-то общих практиках либо вечеринках то есть исключительно только в интуитивном режиме чтобы девчонки не получали никаких связок вот то есть вот такую штуку внедрить на первые два-три месяца пока не формируется какая-то основа идея интересная но сложно потому что ты когда рассказывал про мотивацию девушек с уровнем я на себя прикинула недостаточно классно когда тебе хочется там разве за развитие на таких единицы сам знаешь а тем более это обычные ученицы преподаватели то не все выходит за пределы своей школы что-то ты еще говоришь а про то что эти парни потом будут с ними танцевать это нужно ждать пока они вырастут и станут интересны для этих девушек это тоже такой в общем не вот здесь вот не хватило и что можно еще ну вот подумать пока не знаю что может заинтересовать у нас же такие сейчас скажу и про девушек которые как ты хочешь ну как идея да чтобы они не думали это тоже сложно все думают все многие очень чувствуют свою безопасность только когда знают куда их ведут и что с ними сделают я такой была мне было важно быстро научиться знать все фигуры хотя ну я понимала что это невозможно поэтому я очень много танцевала на одном фесте на втором чтобы как-то себя вырасти да и вот не помню в какой момент но я в какой-то успокоилась когда уже все поняла когда позволила себе ошибаться вот этот вот момент тоже про парней когда ты говорил показаться там слабыми и не считать вообще это за слабость да и вот в этой части тоже мотивация заниматься отдельно и чисто на видении это прорабатывать скорее ну вот для меня часть отпускания вообще без контроля потому что многие девушки ну когда с ними разговариваешь они приходят в танцы именно почувствовать свою вроде бы женственность потому что на работе руководить дома там кто-то руководит да и вот побыть вот такой слабый но вот эта вот привычка она переносится в танцы и они правда очень много думают но это по моему опыту и тогда вот ну вот я сейчас сказала я подумал про мотивацию барышни со стажем какая может быть еще сталкивался с такой штуковины на своем опыте то что я из четырнадцатого года имею опыт танцевать за барышней вот я помню этот переломный момент когда я пытался сначала разгадывать фигуры и как бы тормозил догонял а потом вот это происходило отпускание и я вообще не не успевал смотреть что там происходит просто получал удовольствие от процесса то есть двигался на ощущение вот и на разных персональных занятиях с девчонками мы много экспериментов проводили много делали упражнений на взаимодействии соответственно обнаружили что в какой-то момент когда таких упражнений много и они правильно фокусирует внимание девочки этот момент можно получить достаточно быстро когда и пошевелишь ручку когда ее просто подвигаешь на когда и объяснишь правила игры вот и там двигайся по инерции этими перенаправлю да просто вот двигайся там например по течению наименьшего сопротивления вместо там давления еще и воздух да и вот это касание и как бы начинала работать первыми второй момент с чем тоже столкнулся когда у девочек например опыта возникает вопрос как вот внедрить там красоту как внедрить женский стиль и так далее еще и подчеркнул некоторые идеи после одного класса насти синева она была нас новосибирске вот она девчонок в конце на резюме заставляла дала домашнее задание всегда себя снимайте на видео ничего не удалять как вы смотрите на себя любуйтесь чтобы у девочек сразу формировалась любовь к себе и забота к себе танцующий да и вот это стремление там развиваться и делать себя еще красивее мне кажется что женский стиль он будет появляться так тогда когда девочки нравится что она делает когда она нравится самой себе вот в этом потоке в состоянии танца вот когда она в состоянии фигура 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 возможно некоторым надо все-таки пройти этот этап но когда она будет дом много работать на зеркало она быстрее придет вот этому скажем так формированию хотя бы основы своего аватарчик супергеройского костюма я просто беру в пример сольное направление пришла там взрослая тетя на конте восток через год она уже выступает на сцене и уже более-менее прилично все смотрится до приходит девочка такая же на ки зомбу до проходит три года и после групповой занятий она просто ходит и не танцует и либо понимаешь что надо идти на женский стиль либо преподвигает едино женский стиль вот либо на как бы остается в таком состоянии ну потому что это проразно все в солото для себя в паре он изначально приходит для партнера но условно чтобы нам что-то сделать в паре нужно сначала уметь вестись там все даже говорят не мешая партнеру все дела и конечно акцент больше на этом я когда училась тоже шаги техника и потом в пару а то какая у тебя там красота сталинк это уже ну как вторично а в сонниках это первоначально и да я согласна с тем чтобы себя снимать правда это это может сработать скажем так сейчас скажу я вот пошла на джаз фанг и там преподаватель темнокожий и ну и как объясняет смотри и делай чаще да но мне сейчас этого достаточно и все кто-то туда приходит им в целом тоже они уже такие с работающим телом не нужно объяснять как подвинуть плечо как что сделать и в целом можно пройти этот путь он просто будет дольше когда ты просто смотришь повторяешь раз пришел два пришел прием тебя точно будет сдвиг а можно еще раз вот как психолога да позвал с точки зрения вот как я работаю в онлайне пока ты правильно говоришь что ты семьи полюбишь тут некоторые другие моменты можно подойти с другой стороны почему-то себе не нравишься что в тебе не нравится самой себе да вот с этими моментами и через разговоры тоже очень много решается то есть иногда этого не хватает чтобы был большой скачок то есть быстрее намного вот кстати об этом пока ты думаешь хотел сказать что вот в этих группах для девочек с нуля насколько это рискованно или не рискованно или лишнее сделать вот эти группы изначально да как кружки для девочек чтобы них помимо там практик на зеркало именно танцевальных были какие-то там разговоры там помять друг друга там еще что-то но чтобы такое что их раскрепощает достаточно быстро и здесь я подхожу к такому вопросу я вам его писал что есть и были очень хорошие уважаем многоуважаемые преподаватели танцев которые приверженцы мнения что препод танцев он только препод танцев они какой-то там психолог решающий чита проблемы вот насколько начинающим вот было бы полезно или им рано вот это все если например вот я набираю девочек с нуля говорю что вот у нас парный танец ки зомба ля-ля-ля но нужно пройти вот такой-то этап и внедряю вот в этот женский класс вот какие-то такие практики где девчонки расслабляются и учат там любите себя там смотрят на себя в зеркало там и как-то взаимодействует друг с другом я бы и на самом деле не делала для девочек отдельно для мальчика отдельно но есть упражнение на то чтобы с самим собой этот вопрос решать а есть страх друг чужого тела и тогда вот про взаимодействие почему они же правда боятся чтобы понять и потрогать плечо ну а там знаешь когда учишь тарашине то же самое или как можно не бояться лишний раз руки там ниже опустить и это можно с анатомической точки зрения зайти что ты что не знаешь где у тебя начинается поясница из этой серии да а с другой что он просто стесняется они начинают прям краснеть ну то есть бывали такие моменты поэтому еще когда говоришь в социалке про то что вот сейчас будут какие-то психологические штуки это пугает вот но я с этим стал мы когда с максом давали классы нацелены на эмоциональность это всегда про то что кто-то уходил потому что блин я пришел танцевать они на вот эти ваши всякие штучки он не понимает связи что получи и тебя все пойдет по накатану уже поэтому если это как-то завуалированно да да как с детьми взрослые такие же дети вот поэтому имеет место быть мне кажется мне твой подход видится как что-то среднее между стандартной ситуацией новички мальчики новички девочки и индивом профессионал преподаватель новичок твой подход это что-то среднее типа поставить на чинашку с человеком хорошего уровня в идеале каждому партнеру опытную девочку каждой девочки опытного мальчика ну как бы я так понимаю что это твоя идеальная картинка да ну вот по сути для меня это что-то посередине между новичок 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 опытный новичок препод и дальше я ушел в размышления на тему целей какую цель мы преследуем если наша цель максимально быстрое развитие о да это значительно круче чем новичок новичок чуть меньше уступает чем новичок препод да потому что ну препод максимально видит понимает знает чего как что какое конкретное дать упражнение в случае чего вот с вариантом с опытным танцором это ну чуть-чуть такой вариант по лайтове но мы уже начали как бы говорить уходить в тему психологии раскрепощения и тому подобное и тут тогда встает вопрос так наша цель в чем в том чтобы как можно быстрее дойти до крутого уровня или вот еще целый спектр раскрыть человека и мне кажется я за собой часто это замечаю что мы ставим цель превыше средств то есть из каких-то личных там эгоистических там соображений дали мисс у меня миссия мне нужно воспитать классных учеников или тогда я чувствую свой смысл жизни если я вижу результат учеников которые классно танцуют тебе хочется найти такую самую эффективную методику чтобы прям вот все было супер продуктивно все росли ты видишь люди растут люди кайфуют и ты от этого тоже кайфуешь но иногда вот за этим всем мы теряем что просто люди могут покайфовать каких-то простых вещей и для этого им не нужны профессиональные напарники можно что-то придумать опять же через вот эти вот в чем мастерство преподавателя в том чтобы незаметно обойти вот эти вот все барьеры дать психологию но не преподносить это ребята сейчас мы будем раскрепощаться какой нахрен раскрепощаться вот когда препод умеет так это незаметно провернуть что даже новички с новичками будут работать максимально круто и в этот момент получать удовольствие и в этот момент там у них будет проходить свой количественный рост вот это наверное на мой взгляд очень круто твоя гипотеза она крутая с точки зрения технического развития быстрого развития да когда ты каждому подставил опытного напарника и все тот его начинает прокачивать но если говорить глобально то тут наверное мастерство преподавателя может и вот на том уровне как какой есть сейчас новичок-новичок сделать что-то очень вкусное я так считаю достаточно ли у нас таких супер опыта переходим к другому вопросу что должно быть у преподавателя социалки вот-вот да у любого ученика есть некий такой среднестатистический период жизни до или как срок хранения продукта грубо говоря он приходит разгорается и постепенно постепенно он тухнет если его там не цеплять чем-то еще есть конечно же отсек ну полгода вот он горит а потом его надо чем-то цеплять бывает что меньше там два месяца горит бывает немножко подольше и единицы как сквозь сито да вот остаются то что я предлагаю позволяет скажем так за вот этот короткий срок заложить очень быстро хороший фундамент и только технический но и психологический да во первых как я говорил гипотеза мужики не будут бояться незнакомых дам поскольку они быстро начинают уметь водить и соответственно они вот приходят на танцпол и у них все получается эту павел эту павел это это у них остается в привычке то есть первый момент второй момент девчонки быстро начинают себя любить у них не накручиваются каких-то какие-то скажем так комплексы с которыми потом мы боремся этому на четыре года танцует и и и деревянная как не знаю кто тут они уже будут шевелиться у них уже будет какой-то аватарчик и она не успеет например остыть но она уже будет что-то интересное уметь и я и как человеку помогу в принципе не только танцы получаем еще какое-то личность на этом развитии да вот и какие-то идеи для там развития в других сферах важно крестика нам пойдет вышивать ноликом то есть за короткий период мы мы можем заложить очень хорошую базу и для тех кто останется для тех кто не останется то есть миссия такова то есть не только в технике помочь но и во всем остальном мужчина особенно с нашим российским менталитетом как говорил он не имеет права быть лохом да и не умеет прав не имеет права что-то не уметь особенно если рядом с ним есть свидетель этого неумения вот и мужчины я читал книгу женщины с венеры мужчины с марса там говорят да что мужчина не любит когда его учат он любит разбираться сам вот он любит когда ему создают среду для обучения и он разбирается сам ковыряется а когда ему дают непрошенный совет он нервничает он злится вот представьте себе приходит мужик с русским менталитетом он должен сразу все уметь в танце уже дискомфортная среда раз то что он что-то не умеет то что ему придется сейчас учиться дальше множитель его дискомфорта он ничего не умеет рядом с другими мужиками он лох то что есть другие мужики вот а так там в бане пошел с мужиками чё там выпил рассказал какого ногу не поймал когда ли он не лог там все не лохи дальше следующий множитель его дискомфорта он лох рядом с женщиной преподом и следующий множитель он лох рядом с кучей кучей других женщин и представляете вот мужик с нуля наш русский попадает такую дискомфортную среду да не я лучше пойду в тире постреляют меня на меня никто не смотрит я промахнусь никто не заметит я научусь и буду попадать в цель можно вопрос давай вот то что ты сейчас говоришь про мужской менталитет мужской образ мышления мне как будто бы показалось что это противоречит твоей концепции поставить мужчин с опытными подложениями и сейчас я расскажу вспомни себя там лет в 13 когда ты девственник ничего не умеешь но я не знаю во сколько лет у тебя чего там было и ты тусишь с девочкой своего же статуса и тебе стремно что ты не учу да ты смотришь кучу там порнухи читаешь журналы и так далее чтобы что-то понимать а представь себе если бы тебя пригласили в школу секса где твоими наставницами были бы порно-актрисы тебе было бы по барабану что ты на фоне них ничего не умеешь мне было бы еще стремней потому что так типа нам вдвоем стрёмно и от этого менее стрёмно а когда ты на я провел опрос я провел опрос все мужики кого я прошел подтвердили что было бы спокойнее что когда мне опытная женщина все объясняет чё куда зачем мне как-то легче вот и мне объяснили бы что это нормально чё-то там не уметь и так далее и я выхожу опытный уже что-то умею здесь прихожу там к девочке своего же статуса новичка и мне уже не так стремно нет я про то что для мужчин мы можем в школе танцев создать такую среду где им не стрёмно где мне будет стрёмно когда ты получаешь опыт как мужчина сексуальной своей деятельности так будто ты раз получил и все это никогда не видишь этого человека больше тебе поэтому как-то ну нормально с ней можете никогда не встретиться но опыт все передала а здесь ты каждый раз приходишь и с этим сталкиваешься ты знаешь вот если на свой опыт преподавательский перенести обычные танцоры ну ученики боятся приглашать преподавателей но даже я сюда приехала сколько два года потребовала чтобы меня начали приглашать хотя я уже преподавала вот но это к вопросу и про других танцоров и опять же в тему что танцуют друг с другом он был фест приезжала москва танцевал друг с другом и питер и друг с на одном фестиваль почему бы не перетусоваться вот боец и незнакома про уровень да что что возможно даже не про уровень хотя он тоже имеет значение и свой человек ты знаешь как он ведется это знаешь что я классно все могу да а тут рис и есть риск что что-то не получится у меня есть ученик один вот он я ему рассказал про вот это все он будет да я так и делал оранж форо танцевал еще что-то как я так всегда делал после каких-то мастер-классов я иду сначала к самым опытом девчонка на них пробую потом к менее 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 и потом уже пробуют там с начинашками что есть то есть он на своем опыте сам для себя открыл фишку что сначала надо идти к той с которой которая поймет и может дать обратную связь техническую да там правильно неправильно вот и потом градации да по лесенке чик 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 все со всеми отработал то есть начинать самый опыт и заканчивая самой начинающей и он будет ставите галочку все я научился вот для себя открыл такую штуку вот можно тебе мысль на размышления я дальше проводил эфир по взаимодействию и мне прилетела обратка от одного парня который кинул мне очень прикольную идею он говорит о том что танцевать максимально неопытными требует максимальной филигранности точности техничности то есть когда танцуешь супер крутой партнершей и вот этим движением можешь и показать что нужно сделать а когда ты нас танцуешь с девочкой словно новичком но если мы когда говорим про партнеров то тебе нужно быть настолько понятным настолько точным в нужный момент времени нужное действие вот что ты думаешь как это вписывается в твою картину то есть не получится ли так что партнеры натренировавшись крутыми партнершами они но им не будет хватать опыта они будут пытаться девочек новичков нести также легко как опытных а те могут этого не понять здесь вопрос он такой достаточно узкий и к нему нужно очень много скажем так разъяснение и дополнение ну во первых как настроены в этот момент были опытные девочки на взаимодействие либо на движение по привычным и знакомым траекториям до которые у них вбиты просто в мышцы мне кажется в сальсе здесь больше будет перекос в это то что у девочек много прям натанцованных таких вещей а когда я говорил про амазонок да что мы перед вот такой группой проводим с ними брифинг и говорим что конкретно нужно делать то есть реагировать на конкретные действия не движение по привычному до реакция на конкретное действие то есть вперед-вперед назад назад в ки зомби чем она мне нравится что там конструктор более вариативно скажем так с этой точки зрения здесь это работает немножко лучше с новичками девочками какая бы филигранность там не было если она не знает как на это реагировать могут возникнуть проблемы но я согласен абсолютно что каких-то фигурах каких-то вещах до нужно быть максимально конкретным до чтобы движение было понято и распознано но если например сейчас в современной ки зомби ты без воздуха без самостоятельности без своего баланса ни хрена не сделаешь ты будешь падать терять и равновесие так далее и все будет получаться если ты будешь держать определенную воздушную прослойку и и как бы твоя реакция будет мгновенно именно на касание грубо говоря а если девочка не знать что она так работает да если не объяснили что не надо сопротивляться или допустим не объяснили что рука не должна провалиться либо не надо толкать игра это девочки новичку объяснить что важно на вот сразу вот с этим пониманием парус мальчиком новичка можно 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 тогда я вместо нее опытная партнерша сначала нужно девочку подготовить к этому это не за одно занятие не объяснить я кормлю ну хотя бы во первых нужно девочки поставить шаг то что в паре когда нету шага нету там хотя бы какой-то базовой механики до возникает очень много проблем которые взаимодействию собственно мешает плюс там страх наступить рушит всю твою базу когда-то и и какое-то время внедряешь в мышцы 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 и говоришь что вот без вот этого супергеройского образа то это без этого аватара даже никто не вставай в пару грубо говоря что вот это должно быть вот это первый момент второй момент во взаимодействии даже на индивах мы тратим не 5 минут на вот давай и договоримся вот так делать и все получится нет так не работает там из часа индива может пройти 50 минут когда она поймет что такое реакция на контакт она будет по привычке толкаться либо она будет вялой у нее вы здесь много вопросов будет решаться то есть она с собой будет долго договариваться через разные подходы упражнения вот это вот выстраивать вот поэтому предлагаю что сначала новички с опытными мужчины здесь девочки здесь отдельно вот им надо хотя бы там месяц пусть два-три и потом их склады хотя можно уже изначально делать какие-то общей практике но ничего не объяснять просто дать и там задание на принципах либо вот такое упражнение на взаимодействие все никаких фигур делать что хотите и все будет работать знаешь какая мысль посликла аналогия ребенка и взрослого как будто когда мы ставим с более опытными мы лишаем их детства ну то есть прожить прожить опыт который надо прожить и тогда вот я подумала может быть твою твой вариант который ты предлагаешь делать но не на постоянной основе а чтобы им было с чем сравнивать конечно как элементарно там думать а почему это вот так вот ведется это не так то есть чтобы не до автоматизма все это доходило а вот ну что мышление там включался почему ну ощущение элементарно разное проект согласен даже если эта штука будет внедрена в не не дресс внедрена на 50 процентов это уже очень много решит вот но если девочек здесь я очень строг дело если девочек лишим фигур оставим взаимодействие только интуитивно то все будет класс а сами движения они могут тренить и на сольных то есть им можно объяснить вот цепочка вот саида вот крестик вот ча 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 вот еще что то и это может с вами случаться потом один раз объяснил вот импульс на это вот импульс на поворот вот руль вот газ вот тормоз все да ну даже опыт с девчонками на персоналках показывает что вот она только пришла за час мы можем всю базовую программу пройти недавно у меня такое озарение тоже было может пару лет назад что если она со мной это смогла это ее уровень это не мой уровень это ее конкретный уровень то есть если кто-то умеет также вести он также проведет а если мужчина ее не проведет на это значит он просто не научился водить на это либо там она на него не настроясь на тоже психология дальше пошла но с технической точки зрения если она смогла если она про чувствуя и конкретно вел сюда-жего-сюда-сюда и вот так если она на это провел а значит вот она это может я дальше я обычно девчонкам говорю на это уже как бы про методологии что взаимодействие это проблема партнера даме нужно просто разрешить и держать себя в форме просто разрешить но это непросто здесь не просто а по технике просто как сгибать раскибать руку вот этот вопрос на самом деле решается проще да то есть мы не говорим про кардинальные поменять только так а не иначе это можно все вместе и проводить у нас же есть варианты совместных тусовок и зомба завтраки зомба вечера какие-то практики и просто какая-то оптимизация того что уже есть улучшение то есть и никто ничего не лишается мы не имеем побочек наоборот исправляем недочеты того что было раньше собственно чай перечислил долго учимся водить долго танцуем некрасиво мальчики боятся незнакомых и плохой баланс плохой баланс кстати вот тоже да это не из-за того что мужчин меньше в нашей стране из того что мужчина здесь чувствует себя дискомфортно но я объясню ему стремно быть не учим на фоне всех остальных плюс все множители блин при женщине отчета не умею не чтобы меня еще кто-то учил не я сам хочу разбираться вот моя гипотеза вы помимо преподавателей парни девушки учат вода постоянно рим от этого еще хуже хотя не знаю еще от людей зависит но это наверное редкие случаи такие как у меня мне наоборот было в кайф когда мне сказать не видишь помнишь марина была одна варина ходила самой на сальсе в одной группе она бывшая больница она мне говорила на бачать ты не видишь ты не видишь как бы разозлился и повел и и почувствовал а чё вот так что ли вот прям вот давить вытянуть и это было открытие но как бы это я я это воспринял как открытие эврика а вот большинство мужиков наверное вот такое скажем так давление претензий будет чувствовать неправильно вот и здесь да опять же дополнительный вопрос препод танцев он только препод танцев или он должен иметь какие-то базовые знания физиологии и психологии но мы про идеальную картину про идеально все это но в моем понимании это должен